Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Настроение хорошее, скажем так, потому что вы сами прекрасно видите, как ведут себя рынки касательно тех направлений, которыми мы руководствовались. В частности, это направления, предполагающие ослабление рисковых инструментов, ну и потенциальный рост доллара. Правда, мы против некоторых конкурентов пока не видим, против японского, прежде всего. Но это дело наживное, я уверен, что пройдет еще немного времени, и американец даже против и японского актива также соберется силами. Впереди у нас Рождество, в связи с этим хочу вас поздравить с наступающим праздником. К брифингам мы уже вернемся с понедельника. Я думаю, что после фундаментально насыщенной этой недели нам будет понедельник, о чем поговорить на вебинаре, правильный понедельник, и еще раз актуализируем общий новостной фонд. Поэтому, если какой-то макроэкономический отсчет вы пропустили, не переживайте, мы ко всему вернемся, все проанализируем, рассмотрим, снова соберемся с силами и, соответственно, продолжим дальше торговать. Что касается вчерашней динамики, давайте также поговорим конкретно по большинству активов, которые мы традиционно анализируем каждый день в ходе брифингов и смотрим за спекулятивным интересом в отношении этих идей и за тем, как они реализовываются. Начнем мы сегодня с нефти. В частности, говоря про Brent, алоу вчерашнего дня 36.24 и в числе аутсайдеров у нас по-прежнему остается и этот торговый инструмент тоже. Актуальные котировки 36.48. Что мы видим сейчас? Мы видим то, что углеводороды переживают, наверное, самые худшие времена за последние много лет, без привлечения. Минимальное значение, никак не удается оттолкнуться одна. И каждый раз, когда мы следим за новостным фоном, ищем какие-то дополнительные возможности, поддержку для того, чтобы снова сакцентировать наше внимание на то, что мы все правильно делаем, распродавать этот актив, мы находим эту новостную поддержку. Если вы вчера следили за календарем, за сообщением средств массовой информации, вы наверняка не упустили, скажем, сообщение, которое, мне кажется, можно вообще характеризовать под знаком молния. И оно связано с тем, что Саудовская Аравия, скажем, увеличила дисконт, скидку для, скажем, одного из основных потребителей на северо-западе Европы. И получается, что если мы будем, опять же, отталкиваться от того посыла, который вообще ложится в основу уже очевидного противостояния между Саудовской Аравией и Ираном, понятно, что Саудовская Аравия сейчас предпринимает подобные, скажем, усилия, увеличивает скидки для своих основных покупателей для того, чтобы создать максимально невыгодные условия для того, чтобы, скажем, нефть покупалась у того же самого Ирана. Особенно это интересно в свете ожидаемых более высоких поставок и экспортных объемов, которые обещает увеличить, соответственно, Иран уже в самое ближайшее время после снятия финансово-экономических санкций. Очень быстро ухудшились отношения между ними. Напомню то, что еще в декабре, когда мы с вами анализировали заседание ОПЕК, вроде бы как теплились надежды на то, что между этими ключевыми производителями будут какие-то компромиссные, солидарные решения, направленные на общую стабилизацию ценовой конъюнктуры рынка энергоресурсов. Но после того, как между ними оказались разорванные дипломатические отношения, становится только очевидно, что вот это противостояние будет только увеличиваться, а значит нам созданы, для нас созданы все условия, чтобы мы по-прежнему ставили на гиперизбыточность предложения, по-прежнему отводили Саудовской Аравии. Статус ключевого производителя нефти, который будет удерживать свою долю на рынке, ни в какую не пойдет на снижение этих рекордных объемов производства. Иран тоже также лоббирует свою позицию, и для них это даже уже политический вопрос, наверное, дело чести. Они ни в коем случае также не будут отступать. У них есть миссия, соответственно, попытаться, возможно, даже сместить позиции Саудовской Аравии через свои поставки. Не знаю, удастся ли им это или нет. Но судя по тому, что Саудовская Аравия торопится быстрее, предоставляя скидки, наверное, все-таки ран будет догоняющим. Но нам достаточно того, что дополнительные объемы – это еще один фактор, который будет сказываться на увеличении предложения и позволять нам рассматривать более нисходящие ценовые ориентиры по позициям энергоресурсов и WTI, и, соответственно, бренда, на которые мы традиционно делаем ставку, потому что ищем, скажем, параллели касательно этого актива с той динамикой, которую показывает рубль. Хотя после снятия экспорта, запрета на экспорт из США, мы видим то, что спред, по сути, уже отсутствует между ними, и котировки более-менее похожи. Может быть, со временем они даже вырунятся. Но хорошо, проще будет анализировать. Также говоря про вчерашнюю торговую сессию, вы знаете то, что каждую неделю, анализируя, опять же, то, что мы наблюдаем с точки зрения цен на рынке энергоресурсов, мы делаем ставку на те отчеты, которые непосредственно влияют на динамику этих инструментов. Сначала это запасы нефти в США по версии API, а потом переключаемся уже на официальные данные от Минэнерго США. Так вот, вчерашние запасы по версии API снизились на 5,6 миллионов параллель в сутки. Это фактор, который должен был бы стать причиной роста позиции нефти. Но поскольку роста не последовало, значит, все-таки в кулуарах идет обсуждение того, что официальная статистика может с большей верностью указать на рост запасов. И трейдеры особенно не обратили внимания на релиз API, наверное, все-таки больше обращая внимание и делая ставку на тот новостной фон, который идет со стороны ближнего восточного картеля. А здесь у нас очевидное противостояние, которое создало хорошее условие, чтобы мы, ну, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев точно активно катались на спекулятивные идеи, связанные с возможностью еще большей просадки бренда. Хочу снова акцентировать ваше внимание еще и на Китай. Потому что то, что происходит, опять же, сейчас даже по реакции фондового рынка Китая, это очевидно, что нам Китай подложил очередную мину, хотя нам это, наверное, не совсем правильно, всей мировой экономике, потому что мировая экономика ориентируется именно на состояние, опять же, китайского рынка. Сейчас, после актуальных цифр, связанных со снижением объемов производства промышленного, есть уже снова негативные прогнозы касательно того, что ВВП продолжит и дальше слабеть. Напомню, что 2015 год Китай закрыл ниже 7%, это первый раз с 2008 года. И если вы помните, еще в конце 2015 года я как раз прогнозировал то, что мы увидим фактическую цифру ниже 7%, а дальше пойдем еще ниже, потому что жесткая посадка, она продолжается. И, наверное, мы увидим даже уровни ниже 6,5%. И та статистика, те цифры, те состояния ключевых секторов национальной китайской экономики, они позволяют нам как раз делать такой дополнительный акцент на то, что вот эти ожидания о слабости китайского рынка, они оправданы. Мы знаем то, что Народный банк Китая, в виде того, что сейчас происходит на национальном фондовом рынке, пошел на дополнительные меры экономических стимулов, в частности, влил в экономику около 20 миллиардов долларов, около 130, соответственно, миллиардов ген, для того, чтобы снизить панику, снять напряженности, обеспокоенность. Но вот эти стимулы, они уже неоднократно задействовались национальным регулятором Китая за последние, скажем, 6-7 месяцев раза три точно. Но ни к чему хорошему, ну, по крайней мере, пока что не привели. Значит, снова временной лаг, пока мы увидим отдачу, мы сможем, скажем, констатировать еще большую слабость китайского рынка. Пока мы наблюдаем только тот факт, что Китай чувствует себя очень плохо. И если, опять же, связать состояние китайского рынка с нефтью, я хочу сказать то, что последние цифры, в частности, они были опубликованы от Всемирного банка буквально на вчерашней торговой сессии, стало ясно то, что объемы спроса на нефть в плане роста сейчас находятся на минимальных уровнях за последние множество лет. То есть, в 2015 году прирост, опять же, потребления нефти в Китае составил всего лишь 1,5%. Это очень сильно контрастирует с прежними цифрами прошлых периодов. И я думаю, что при сохранении негативного сценария, негативного тренда, наверное, вообще от прироста в ближайшее время ничего не останется. И снова возвращаю вас к тому, что у нас ключевая идея – это расхождение спроса и предложения. Мы видим то, что ближний и восточный картель по-прежнему воюет даже уже друг с другом, бьется за собственную долю не только даже со глобальным рынком. Ну и вот эти активные противостояния, они идут и между, опять же, ключевыми игроками, между собой. Это будет увеличивать предложение, а мировая экономика, очевидно, слабеет. И с таким негативом мы входим в 2016 год. Поэтому бренд для долгосрочного трейдинга, тех, кто зашел на более высоких уровнях, я думаю, что здесь смело можно метить даже в район 25 долларов за баррель. Ну а те, кто прислушивается к моим рекомендациям, пока ждем подходящего уровня, допуская возможности локального выстрела наверх. И вот после того, как это произойдет, тогда уже и будем искать возможности для распродажи этого инструмента. Российская валюта – 73 против доллара. Здесь все без изменений. Понятно, что рубль продолжает копировать динамику нефти. Пока мы делаем ставку на возможность ослабления черного золота, значит, ждем еще большую девальвацию и для российского валютного актива. Наша цель впереди после того, как мы оказались выше сопротивления 72 – это 75. Я думаю, что при развитии того негативного сценария, который я сейчас вам обрисовал, есть высокая вероятность того, что мы сможем добраться до новых локальных хайов уже, скажем, в перспективе нескольких ближайших недель. Европейская валюта против доллара. Здесь можно остановиться поподробнее, потому что видно, что евро остается в числе реальных аутсайдеров, теряет десяток за десятком пунктов против своего основного конкурента. Действительно, евро сейчас приходится нелегко. И если анализировать общий фундаментальный фон, мне кажется, совершенно очевидно, почему евро себя так ведет. Потому что все располагает к тому, что евро будет и дальше оснижаться. И мы, собственно, настраивались на это еще в конце 2015 года. Хотя, наверное, еще даже раньше, потому что наши долгосрочные ориентиры, они по-прежнему находятся в районе паритета по паре евро-доллар. Что же стало причиной разгрузки главного валютного риска? Это целый блок макроэкономических данных, которые были посвящены индексу потребительских цен касательно всего валютного блока. Напомню, что в понедельник мы сделали особый акцент на данные по инфляции в рамках ведущего локомотива валютного блока и констатировали вместе с прочими участниками рынка, что инфляция снижается годовой, месячный эквивалент. Годовой, ладно, там он еще на положительной территории. Но месячный просел уже в отрицательную пропасть. Значение дефляцию минус 0,1%. И тогда возникающие риски девальвации, они реализовались. И после этого мы стали настраиваться на то, что по принципу цепной реакции такой же негатив должна перенять и вся еврозона в целом. И вчера у нас была возможность проанализировать уже более объективный отсчет всего валютного блока и здесь. Как вы прекрасно понимаете, знаете, даже по динамике европейской валюты и по содержанию экономического календаря все хуже некуда. Потому что годовой показатель 0,8% прироста, месячный 0,2% против прогноза 0,4%. Понемногу мы сползаем с европейской инфляции к нулевой территории. А дальше, вы знаете, снова дефляция, которая сейчас является наистрашнейшей угрозой, которая маячит перед всем валютным блоком. Напомню, чтобы избежать этой дефляционной пропасти, европейский центральный банк в лице Марио Драги стал активно задействовать беспрецедентные меры экономического стимулирования вот на протяжении даже с начала 2015 года. Напомню, что мы начали 2015 год задействованием программы количественного смягчения с европейским мегарегулятором на сумму в 60 миллиардов евро в месяц. После этого стали спекулировать на сроках действия этой программы. Сначала предполагалось то, что она будет действовать до сентября 2016 года. Сейчас, после уже декабрьского заседания ЦБ, очевидно, что ее продлили в период на 6 месяцев до марта 2017 года. Ставка по депозитам тоже еще один инструмент, еще один стимул для того, чтобы создать условия для буста национальной экономики, чтобы коммерческие банки отправляли свободную ликвидность не на корс счета Европейского центрального банка, а вкладывали через процессы критования, через активность потребительского сектора в национальную экономику, в частный сектор. Пока, учитывая то, что ставки снижаются, эффекты не столь оптимистичны, как хотелось бы увидеть, потому что даже несмотря на то, что за необходимость содержать средства на счетах ЕЦВ приходится оплатить коммерческим банкам, они все равно кладут деньги туда. Может быть, ставку нужно снижать еще сильнее, хотя я даже допускал в ходе декабрьского заседания, что ее могут снизить до минус 0,5%. Но я думаю, что это также дело наживное, потому что, если будем цепляться за слова Драги, он в ходе последней конференции дал четко понять, что если инфляцию не удастся стабилизировать, если не удастся найти основания для его постепенного роста и разгона, значит, можно будет готовиться к еще более агрессивным шагам по экономическому стимулированию. Более агрессивные шаги – это, конечно же, снижение еще большей ставки по депозитам, ну и наше долгожданное расширение программы количественного смущения хотя бы на 15-20 миллиардов евро в месяц, плюс к тем 60, которые действуют. В декабре мы не дождались, но я уже тогда сказал, что подождем еще чуть-чуть и обязательно получим то, что хотим. Потому что, судя по тому, что происходит сейчас с рынком энергоресурсов, нефт снижается, создает дополнительную нагрузку на показатели по инфляции, прежние стимулы в текущих объемах не работают, значит, ЕЦБ никак не обойдется без этого. Будем ждать, если потребуется месяц, два, квартал, ничего, дождемся. Самое главное, что к этому моменту евро уже реально сможет серьезно просесть. Если оно просядет, значит, у нас будет впереди горизонт 1.05, дальше приитетное значение, и сейчас даже вкупе, опять же, целостной оценки со стороны инвестиционных банков, у нас по-прежнему серьезное основание полагать, что мы непременно доберемся до этого рубежа. Значит, евро сейчас остается аутсайдером, у нас впереди протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Доллар на низком старте нуждается в поддержке, если сегодня эта поддержка поступит, потому что нас интересуют, конечно же, дальнейшие планы американского мегрегулятора по нормализации денежно-кредитной политики, значит, доллар будет расти и еще больше потеснить позиции рисковых инструментов, но прежде всего европейского актива. Поэтому наша цель 1.05, планомерно к ней приближаемся, чудо осталось, я думаю, что доберемся. Далее идем. Доллар японская иена. Здесь стоит полностью говорить уже про фонд, связанный с коррекцией китайского фондового рынка. Также по принципу домино Китай потащил с собой другие площадки, в частности, ДАК серьезно просел в Европе, просел японский фондовый рынок. Японская валюта в связи с этим пользуется поддержкой, потому что на фоне непринятия риска трейдеры реально перекладывают свои капиталы во франк, и мы это сейчас видим. В золото мы видим, как драгметаллы растут, ну и, конечно же, в японскую валюту. До тех пор, пока это форс-мажорное обстоятельство не покинет расположение рынка, я думаю, что это вопрос в ближайшее время, придется все-таки доллару тесниться и отдавать вот эти лавры локального лидерства своему основному защитному конкуренту. Но это только временный фактор и обстоятельства. Не забывайте также о том, что доллар неплохо цепляется за те фундаментальные факторы, ту поддержку, которая периодически появляется на рынке со стороны национального регулятора. И сегодня мы говорим с вами про очень серьезный фонд, связанный с протоколами. Если ФРС будет убедительным, сообщит о том, что они продолжат цикл постепенного разгона процентов как о срочных ставках, значит, американец сможет реабилитироваться в глазах преданных покупателей, ну и показать нам ралли, рост, на который мы надеемся. Я отмечал то, что если пара ювезди и иена опустится в район 118.50, нужно будет тогда закрывать ордера, потому что кто знает, что будет дальше. До этого уровня мы набрались, я зафиксировал на стоп-лосс, но особо не расстраиваюсь, потому что понимаю, что рост американца неизбежен. И сейчас, напротив, просто нужно рассматривать возможности для дальнейших покупок. И, в частности, я собираюсь покупать американца против иены с уровня 120. Что касается профитного значения и ориентира, оно по-прежнему в районе 125. Далее идем. Фунт против доллара. Фунт также в числе аутсайдеров. В частности, фон общий, фундаментальный, указывает на то, что британец долгосрочно будет и дальше слабеть. Но я хочу сделать одну маленькую ремарочку. Если в 2015 году, в конце, пожалуй, только мы делали ставку на то, что фунт будет слабеть, другие, опять же, полярные мнения, которые присутствовали на рынке, сообщали о том, что сейчас, напротив, даже с уровня 1.50 стоит ожидать восстановления британца против доллара, мы оказались правы, потому что фунт слабеет, и, в принципе, эта слабость, характерна для него и сейчас. Но на текущий момент в то, что фунт будет дальше слабеть, поверило очень много трейдеров. Это действительно так. И по закону, опять же, рынка, по классике рынка, в такой момент стоит ожидать распределения проторговки, консолидации и локального прострела наверх. Я допускаю то, что в ближайшее время мы увидим восстановление британца против своего основного конкурента. Поэтому предлагаю вам воспользоваться следующая инвестиционная идея, которая предполагает возможности выставления ордера бай-стоп с уровня 1.47, стейк-профитом 1.48 и стоп-лоссом 1.4650. Если фунт найдет основание для роста, прокатимся на этом росте, а потом уже, после перехода к акцепту нашего внимания уже и на политические риски, будем снова распродавать этот актив. Долгосрочно, если вы залезли в этот инструмент и ждете более низких значений, может быть, даже 1.40, тогда метаться не стоит, держите этот сел, он будет вознагражден в долгосрочной перспективе, безусловно. Что касается других валютных активов, USDCAD, у нас была цель 1.40 и локальный хай вчерашнего дня, так, секундочку, 1.4037. Видим то, что канадец ослаб до достаточного уровня и позволил нам зафиксировать очень прибыльную сделку. С этим я, безусловно, хочу вас поздравить. Это поспособствовало этому не только снижение цен на энергоносители, но и вчерашняя статистика по индексу цен производителей, которая, вы знаете, готовит нас к инфляции в рамках всего национального региона. Если инфляция снижается, значит, на фоне той угрозы, которую мы с вами уже внимательно анализировали через рынок недвижимости, промышленного сектора и, как следствие, снижение цен на энергоносители, Банк Канады может пойти на еще одно снижение процентной ставки, может быть, даже в этом квартале. Хорошо, если мы дождемся этого решения, но пока рынок нам уже позволил неплохо использовать все возможности ослабления, мы реализовали это через длинную сделку и достижение профитного значения 1,40. И здесь весит. Также мы достигли политетного уровня. Тоже реализованная сделка, профитное значение и солидная прибыль. Что касается австралийца против доллара, видим то, что актуальные котировки сейчас 1,071,86, и полномерно снижаемся вниз, точнее даже 36, прошу прощения. Остается чуть-чуть до нашего уровня профита 0,70, доберемся туда в ближайшие дни. NZD USD 0,6653, здесь наша цель 0,65, и также идем полномерно к нашему профитному ориентиру. Особое спасибо нужно сказать Китаю, потому что если бы Китай не выкинул подобный номер с промышленным сектором и коррекцией в национальные фонды, мы бы не увидели такого стремительного ослабления основных стратегических партнеров в Поднебесной, то есть Австралии и Новой Зеландии. Это что касается основных наших сделок, ориентиров, трейдов, которые мы сейчас проводим. Также забыл отметить еще про золото. У нас был селл-стоп с уровня 1058, тейк-профитом 1045, стоп-лоссом 1068. Поскольку Китай сейчас по-прежнему пользуется интересом для того, чтобы как провокатор ухода от рисковых инструментов, мы видим то, что золотишко полномерно подрастает. И если актуальные котировки сейчас 1078, я предлагаю адаптироваться к рынку, приспособиться и подтащить наш селл-стоп к уровню 1068, ну и соответственно также меняемые значения тейк-профита и стоп-лосса. Стоп-лосс 1073, тейк-профита 1055. Ослабление золота последует после того, как доллар соберется силами, ну и разумеется, покажет всем свой характер, на который я и настраиваюсь. Сегодня в 21.00 по московскому времени протоколы. Смотрим, следим за ними внимательно и полагаю, что мы вместе с другими участниками рынка, которые по-прежнему верят в оправданный, обоснованный рост американцам сможем также лицезреть эту тенденцию. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем инвестиционном канале на YouTube и соответственно пользуйтесь специальным форумом о маркет, точнее специальным аналитическим разделом, где я, разумеется, комментирую все ваши посты и стараюсь отвечать на все возникающие вопросы. Ну и еще раз с наступающим Рождеством. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok